Максим Николаевич сделал абсолютно логичный и в некоторых случаях даже очень долго ожидаемый результат трудов и подготовил к продаже ремни из кожи крупного рогатого скота. Очень эластичная, великолепная, вышлифованная, подготовленная задняя часть, сняты фаски. Настоятельно рекомендую данный ремень для новичков по одной простой причине. Он работает крайне и крайне бережно, обрабатывает режущую кромку. Почему для новичков? Запросто на нем можно дать 100 проходов и через эти 100 проходов вы будете уверены, что у вас кромка не завалится. Такое часто и густо бывает, особенно у новичков. Очень легко на нем скользит бритва. Никаких нет затруднений при движении. Она не настолько сильно подлипает и не настолько требует усилия для того, чтобы ее протянуть. А чрезмерное усилие, оно естественно приводит к большему нажиму. Естественно, больший нажим приводит к тому, чтобы быстрее кромка заваливается. Поэтому вот этот целый ряд, скажем так, нюансов мы этого ряда избегаем. В голом остатке у нас получается отличный рабочий ремень. 100% он бюджетнее, чем изделие из лошадки. И как минимум на начальном этапе, это как минимум, отличный будет вариант для правки клинковых бритв. Возможно, даже на нем можно будет остановиться, о лошадке и не помышляя, использовать его как единственный и основной. Еще раз, очень и очень качественная обработка. Просто. Вот она, бахторменная часть. Также очень качественная и тщательная обработка. Классный ремень. Вопросов нет. Бритву точил после камня, положил на этот ремень, 70 проходов сделал, все отлично. Естественно, 30 проходов, вероятно, будет маловато, поскольку, опять же таки, он работает. Ну, сказать медленнее, это, наверное, не совсем корректно будет в данном случае. Но для того, чтобы было бы проще, чтобы голову не забивать там лишними терминами. Медленнее он работает. Но в этом есть свой особый плюс. Поскольку и так, временами создается ощущение того, что чрезмерно торопишься, непонятно вообще куда. Поэтому, крайне рекомендую задуматься. Если стоит такой вопрос о приобретении ремня, это очень хороший вариант. Максу еще раз огромный привет, слова благодарности. Вам же мне остается пожелать удачнейшего дня. И до скорых встреч в эфире. Пока.